Наверное, каждому, кто учился, есть что вспомнить на тему шпаргала. И звёзды не исключение. Я была вообще спец по списыванию. У меня были такие на резиночках шпоры. Я даже помню, когда поступала в Институт физкультуры, я умудрилась сочинения списать. Самое известное, это, наверное, конечно, гармошка такая выкладывалась, туда записывалась. Потом сшивали книжечки, маленькие книжечки, если информации было немного, сшивались книжечки и их открывали. Ситуации, когда я пользуюсь шпаргалками, у меня были в жизни. Но крайне редко, если честно, поэтому я закончил с красным дипломом. На самом деле, только преподавая в аспиратуре, я понял, что если ты списал, это не твоя удаль, нет. Это благосклонность или лень преподавателя. Профессор, как известно, вовсе не лопух. И даже если аппаратура не при нём, то с любыми шпаргалками легко засыпаться. Хотя в 21 веке появились особые средства. Вот, например, специальные часы за 3800 рублей. В них заранее загружаются подсказки и остаётся лишь ловко подглядеть. А это цифровая ручка. И стоит она почти 17 тысяч рублей. Пишет обычными чернилами. Но если докупить блокнот за тысячу с еле заметными точками на страницах, то написанный текст автоматически отразится на телефоне у человека вне аудитории. Он увидит вопрос и сможет продиктовать ответ в микронаушнике, которых тоже много. От крошечных за 1300 до размером побольше за 7400. Общий принцип одинаков. Сигнал на них отправляет передатчик, связанный с телефоном, по проводу или блютуз. Так ли всё незаметно и хорошо ли работает? Это проверят испытатели чудо-техники. Даша попробует ответить на вопросы викторины по мотивам программы с часами. А Маша рискнет примерить опасно выглядящие микронаушники размером с бисеринку. О, ты почувствовала? Попала? Да. Там бум-будок. А он не очень приятный. А до куда он долетел? Ты почувствовала? До барабанной перепонки. Он прямо барабанный перепон? Ну конечно, а куда? А там был такой звук? Бдум! Да! А там бум! Саша будет укомплектован капсульным микронаушником, специальным блокнотом и цифровой ручкой. А Никита в роли отличника попробует справиться с заданиями сам. В общем, ребята, удачи вам на экзаменах с вашими подсказками, но нужно думать головой. Удачи вам на экзаменах, потому что на моей стороне технологии, и они мне помогут. В аудитории за списывальщиками будут следить две камеры и чуткий взгляд учителя общества знания и истории с 30-летним стажем Софьи Альбертовны Скобелевой. Третье замечание, это может быть последним замечанием, после которого вы будете удалены с экзамена. Не пугайся, Даша, за вами хотя бы не следят троны, как на все китайских вступительных экзаменах гао-као. А еще пойманным со шпаргалками там грозит тюремный срок от трех до пяти лет. В России уголовная ответственность тоже может наступить, если студент или школьник применит технику, которую признают шпионской. Например, вот такие очки с камерой и микрофоном. За простое списывание чаще всего назначают штраф и аннулируют результат экзамена. Хорошо, что нашим испытателям санкции не грозили, и подсказки от коллег поступали безнаказанно. Хотя и нельзя сказать, что беспрепятственно. Не слышишь? Саша, если слышишь, поставь прочерк. Ага. Капшеринг – это когда на вечеринку можно взять во временное пользование многоразовую посуду. Все было хорошо, но было очень плохо слышно. И вот хорошо было слышно только, когда была идеальная тишина. Результат Саши с блокнотом, цифровой ручкой и капсульным наушником – отлично. А Даша справилась хуже всех. Она так и не смогла нормально воспользоваться своими часами. Во-первых, очень шумные кнопки. Внимание! Это шумно! В этой идеально тихой аудитории реально каждый звук, он прямо привлекает внимание. И я несколько раз встречалась глазами с нашим преподавателем, и мне было очень сильно стыдно. В итоге я не посмотрела ни одного ответа. Три ошибки допустила Маша. Она очень плохо слышала свою напарницу. Один раз кашлял, но я читаю. Это два раза следующий. Тебя очень плохо слышно. Эти микронаушники вообще в какой-то момент перестали работать. И слышать получалось только с помощью магнитной палочки-извлекателя, которая тоже колеблется под действием волн от антенны и создает негромкий звук. Было плохо, но худшее обнаружилось под конец экзамена. Маша поняла, что сама наушники вытащить не может. Я просто пробовала разными способами. Прыгала, бегала, отцягивала. Вот так, вот так. Вообще по-разному у меня не получается. После съемки Маша отправилась к лору. Но наушники у нее доктор не нашел. Стало страшно, ведь в сети пугают. Микрогаджет может провалиться за барабанную перепонку или застрять в серии. Машу осмотрел не один специалист. И общий вердикт оказался таким. Скорее всего, наушники были такими крошечными, что незаметно выпали. Возможно, еще до начала экзамена. Вообще же и Маше, и Саше сильно повезло. В моей клинической практике был случай, когда мальчик-студент использовал капсульный наушник для сдачи экзамена. И когда попытался вытащить этот наушник, порвал барабанную перепонку. Наушник выпал в барабанную полость. К сожалению, в больнице уже ничего не смогли сделать. Пришлось долбить височную кость и удалять хирургическим путем. После операции слух был уже стойко свяжен до конца жизни. Вряд ли стоит так рисковать, чтобы списать. К тому же всех наших испытателей учительница, что называется, спалила. У одного испытуемого были ручные часы электронные. И она пыталась постоянно там что-то посмотреть. Второй испытуемый постоянно что-то шептал, то есть было понятно, что у него наушник в ухе. Четвертый испытуемый очень хитро все пытался списать, но тоже было понятно, что у него наушник. Еще один недостаток. Все протестированные гаджеты, кроме часов, требуют иметь при себе телефон. А пронести его, да и передатчики с антеннами через металлоискатель, он сейчас обязательный элемент многих экзаменов, не получится. Мы, кстати, проверили и популярный в интернете совет на этот счет. Обернуть устройство фольгой. Не сработало. А еще на серьезных экзаменах давно устанавливают глушилки содовой связи. А в Новосибирске придумали технологию, чтобы вычислить конкретно тех, кто списывает. Такая небольшая коробочка может уловить сигнал микронаушника. Нейросеть распознает подсказки, надиктованные в ухо, и транслирует их преподавателю через динамик. Но даже и без такого гаджеты для списывания на экзаменах вряд ли выручат. Вполне вероятно, что техника подведет, а возможность быть пойманным повышает уровень стресса. Как говорят психологи, подростки от этого могут даже упасть в обморок. Наша психика понимает, что гаджет может сломаться, не включиться, сбой. Поэтому психика, даже когда его используют, уже как бы и есть возможность использовать, она все равно боится, потому что вдруг что-то случится с гаджетом. Поэтому напряжение двойное. А вот написание бумажных шпаргалок может быть полезным. Они помогают лучше все запомнить. Хотя пользоваться на экзамене ими тоже не стоит. К чему? Обманывать и рисковать. Лучше уж пронести в аудиторию не запрещенные предметы, а знания, которые не исключено, потом еще и пригодятся.